если вы любите использовать свежие повседневные мужские парфюмы которые мы все с вами на самом деле любим от известных брендов но хотите попробовать что-то подобное в нишевой парфюмерии это видео для вас всем привет меня зовут макс значит сразу к делу если вы любите блюды шанель советую попробовать конечно же рожедав элизиум у него такой же терпкий грейпфрутовый старт с красивыми цитрусами а потом уходит в древесному вкусную такую базу три года назад когда я снимал видео про самые сексуальные ароматы я его показал и сказал это как ролик с в мире парфюмерии и до сих пор так и случилось он универсален актуален и я даже скажу я на сто процентов уверен этот парфюм рожедав сделал потому что в нишевой парфюмерии ничего люксово подобного мужского свежего не было все хотели такое же как блюдо шанель но уровнем повыше и кстати если вы захотите попробовать ароматы которые я сегодня показываю по ссылке в описании вы можете заказывать пробники в моем парфюмерном клубе вы выбираете себе наборы пробников и пробуете лучшие самые крутые в мире ароматы не затрачивая много денег это лучший способ познакомиться с парфюмерией переходите в клуб я всех жду у нас уже большой чат отличная атмосфера передаю ребятам из клуба привет дальше если вы любите вот такие ароматы а кто их не любит алюром спорту чанель versace буром который похож на него и подобный класс ароматов рекомендую присмотреться к итальянской марки boys 1920 classic как и говорил в видео про самые комплементарные ароматы boys classic имеет невероятные характеристики стойкость шлейф если вот этих ребят ругают за отсутствие стойкости и шлейфа то у этого парня с характеристиками все на высшем уровне далее dior savage господи прости но если вам нравится этот аромат попробуйте вот эту вещь blue мандарин от parfum particule я недавно для себя его открыл и также еще один аромат это parle моды parfum там бой не ролик который я показывал в отдельном видео обзоре про dior savage он также подойдет но вот эта вещь она более подходящая у нее как и у всего savage подобного направления вот у меня тут еще стоит prada ocean luna rosa есть coach for men и подобные ароматы у них вот это свежая дезодоранистая мужская нота как мужской дезодорант свежий или гель для душа который переходит в такую приятную а амброксановую синтетику и этот аромат влюбляет в себя практически сразу и у него тоже как и у savage такая аж липкая стойкость которую ну ты просто с одеждой не смоешь идем дальше и если вы любите вот такие ароматы которые знаете уже поколение как актуальны и никогда не выйдут из моды алюром спорт колоний и диором колоний и у других брендов есть подобные колонии спортивные свежие прозрачные я порекомендую вам посмотреть на такой аромат который называется колония эссенса от аквадепарма я с ним знаком очень давно и ручаюсь за него полностью дерзкая стильно с нотками такой плотной мужской парикмахерской где много косметики свежей и у него прекрасная стойкость и что самое удивительное его можно найти дешевле чем dior и шанель а еще и у него бывают такие красивые подарочные наборы уверен меня и девушки смотрят которые выбирают подарки и хотят угодить своим парням так что берите на заметку следующее если вам нравится акваде джио советую посмотреть на такой бренд и аромат мизенсир аромат называется blue джин его делал вообще создал бренд мизенсир альберто мариес который сделал акваде джио который сделал light blue для дольче габбана булгари кельвин кляйн у него сотни хитов сотни так что можете быть уверены не доверяете мне ну как бы здесь один человек один почерк один стиль и если вы любите акватическое шероховатое и резкое звучание вот здесь это отлично исполнено резкость и акватика и резко здесь идет именно можжевеловая которая как у можжевельника любого она превращается в такую легкую дымку очень красивый аромат и любителям свежих парфюмов обязательно это же недорогой идем дальше если вы любите сики one который по-моему тоже сделал альберто мариес а у меня сики бей но неважно вот если вы любите воздушно озоновое свежее направление рекомендую посмотреть на blue waterfall от бренда mint у минта еще присутствует такое не только воздушно озоновый запах как будто бы после дождя но и арбузная нотка так что могу еще порекомендовать его как альтернативу такому старенькому аромату carolina herrera chic for men такие ароматы правда редко найти и mint хорошо показывает что такие легкие свежие ароматы могут быть не синтетическими и не химозными а очень качественными дальше здесь я ничего не пропустил это самое важное потому что у меня так много ароматов дальше у меня целая целый такой пласт и целая группа ароматов свеже фруктовые я бы сказал и как пример я взял очень популярный аромат aberchromen finch first instinct в котором идет нота дыни ну это много-много фруктов рекомендую как альтернативу попробовать парфан де марли гринлей у парфан де марли вообще есть три всадника апокалипсиса свежих крутых ароматов персиваль сэдлэй и гринлей у меня вот в руке он здесь очень красивая зелень и зеленое яблоко такое кислое у меня слюни во рту набегают и вот это троица персиваль сэдлэй и гринлей отлично понравится тем кто любит белый лакост монтбланты монтблант legend spirit и подобные ароматы как дополнение к этому видео в описании я оставлю шпаргалку три признака что парфюм не стоит покупать и мне будет очень приятно если вы поддержите это видео лайком это самая крутая поддержка для меня спасибо за просмотр всем пока субтитры сделал DimaTorzok